привет народ сегодня с вами снова я евгений пугач и мы будем говорить как всегда о бариатрии в данном видео конкретно будем говорить о бессоннице после бариатрической операции для начала те кто попали на мой канал в первый раз хочу рассказать о себе вкратце и я сделал примерно лет 11 назад первую бариатрическую операцию слив которая через на которое время поломалась и примерно два года тому назад я сделал повторную операцию под названием шунтирование желудка полной не мини не саде именно классическую шум при этом не починили грыжу которая у меня появилась после первой операции слив или же резекции желудка продольной также не были всякие проблемы и рефлюкс и куча 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 всяких побочек которые мне мешали жить и из-за этих побочек мне сделали вторую бариатрическую операцию так вот есть кстати группа на ватсапе довольно уже крупная можете присоединяться ссылка есть в каждом ролике и надеюсь это видео будет полезно для вас значит что такое бессонница бессонница это когда мы просто тупо лежим и не можем уснуть и неважно что у нас происходит почему это происходит я еще раз я не доктор я все говорю по своему опыту который накопился у меня за долгие годы после бариатрических операций что происходит у нас когда мы начинаем терять в весе появляется очень много сил и нам некуда их девать если мы ведем пассивный образ жизни мы очень сильно не будем и долго хотеть спать то есть мы будем ходить слоняться лежать крутиться и мы просто не будем спать что я могу да посоветовать как примеру я решаю данную проблему иногда получается иногда нет я просто добавил в свою жизнь немножко хобби металлоискатели рыбалка рыбалкой понятно ты сидишь как бы боль более менее отдыхаешь да я не ловлю нахлостом я классический поплавочник или же люблю иногда на донку но у меня всегда поплавок стоит рядом это пассивное скажем так хобби активно это металлоискатель когда у меня есть время я выхожу с металлоискателем я живу на берегу средиземного моря в городе натания в израиле с окна я вижу практически море или еду или иду на море и там хожу как минимум я провожу на море полтора часа это минимум обычно два и выше после этого я прихожу домой уставший и ложусь спать и ложусь хорошо теперь и одна еще одна причина может быть в том что может быть вы не добив вы не добиваете витамины некие которые вам не хватает как узнать какие все очень в принципе просто надо сделать проверку крови на витамины полную и тогда вы можете знать чего мне не вам не хватает вообще бариатрику чтобы нормально жить надо хотя бы раз в год делать проверки крови на витамины как это делается как правило желательно за неделю до проверки крови перестать пить пить витамины полностью совсем это вам должен сказать ваш врач и ни в коем случае не я да я просто рассказываю по своему опыту как это работает и беду делаю проверку на кровь через некоторое время как правило на следующий день или через пару дней я получаю результаты еду с ними к байка бариатрического диетологу или же сам смотрю чего мне там не очень хватает просто витамина в котором мне не хватает я просто начинаю брать больше если скажем есть нехватка допустим в железе да я просто добавляю железо еще больше если не хватает кальция как правило кальция не хватает всегда я просто добавляю больше кстати бариатрики особенно те кто сделали шунтирования только шунтеров и неважно какое кальций как правило у вас не усваивается вы должны принимать кальций-цитрат ну еще раз я не врач поэтому я не хочу выдавать никакие медицинские советы и конкретно то что вам рассказывает это мой опыт так вот что же делать если к вам пришла бессонница вариатор риков у нас правда когда приходит бессонница да и не только вариатриках у любых людей мы просто начинаем искать что делать иногда мы начинаем есть и после того что мы пожирали правило если это мясное или что-то трудно перевариваемое мы идем спать а почему все просто потому что когда на желудок или остатки желудка лежим наш организм начинает переваливать пищу это это немножко энергоемкий процесс иногда очень сильный энергоемкий процесс поэтому нас организм просто начинает уставать да это способ но я бы очень не хотел чтобы пользовались этим способом потому что фуфу причем делали операцию чтобы обратно стать кабанами нет мы делали операцию для каких-то целей своих правило похудеть или выглядеть хорошо или же дойти до веса которого мы хотели и я не советую на ночь жрать хотя если вы вдруг поняли что вы не будете спать еще довольно долго то примите пищу да и как минимум через два-три часа только идите спать не надо кушать и идти спать это не очень хорошо утром проснетесь ощущение не очень хорошее вот и это мой как бы опыт я хотел с вами поделиться теперь ссылки на витамины которые я беру вы можете зайти в описании ролика там есть ссылка на сайт и herb где список всего или почти всего что я беру что я принимаю каждый день и бариатрику это надо без этого мы никак но еще раз прежде чем вы принимаете какие-либо витамины или бады или прочую штуку я настырно советую вам обратиться к вашему лечащему врачу чтобы он вам дал разрешение потому что то что подходит к примеру мне не всегда может подойти к вам вот если данного врача у вас нет я очень прошу прежде чем вы покупаете что-то читаете описание смотрите нет ли у вас какой-либо аллергии потому что ваше здоровье в ваших руках кто я такой чтобы говорил вам что делать потому что вы можете сказать мне куда мне идти и надеюсь это видео было полезно для вас если есть какие-то вопросы с радостью на них отвечу пишите комментарии присоединять из группы будем вместе всего хорошего до новых встреч и пока